Итак, мы продолжаем с вами изучение жизни и служения апостола Павла, и сейчас обращаемся к теме характеристики этого человека, созданию его портрета. И я всегда задаюсь вопросом, зачем это важно, зачем нам лично знать человека, его какие-то особенности, характерные черты, его национальность, его гражданство, его семью, его образование, род занятий. Когда мы эти все вещи узнаем, для нас человек становится ближе, и иметь с ним какие-то дела, отношения становятся проще. Мы имеем какую-то уверенность, чем просто человек явился ниоткуда, и нам говорит, давай будем сотрудничать. Мы всегда наводим определенного рода справки, знакомимся, узнаем, правду, неправду он говорит, но по крайней мере мы имеем какую-то информацию, мы лучше его знаем. И вот изучение характеристик апостола Павла мы делаем, конечно, на основании источников. У нас мы не можем лично с ним поговорить об этом. И здесь одновременно работают два таких вот логических или метода исследования, индуктивный и дедуктивный. Мы берем различные частные сперва, да, такая дедукция аспекта, вот отдельные места в его биографии, да, из его посланий, из других источников, и по этим местам сформируем такой определенный его портрет. А потом, когда у нас есть уже общий такой портрет Павла, его понимание, он может меняться со временем, да, как новая информация обнаруживается и так далее. Мы тогда с помощью вот этого общего портрета уже начинаем изучать частные аспекты, да, его посланий, и это помогает нам сделать их ближе, то есть лучше понять. Но здесь вот все равно в какой-то мере мы ходим по кругу от одного к другому, и потом опять изучая частное, мы проясняем его общий портрет. И вот основные характеристики апостола Павла, имя и внешность Павла. И вот здесь я вам предлагаю фотографию, свою личную фотографию, которую я однажды сделал в пещере апостола Павла, так называемой пещере апостола Павла в городе Ефесе. В эту пещеру не каждый может попасть, она под замком, и вообще немногие знают о ее существовании. Туристов туда не водят, потому что она расположена в горе, вот вокруг города Ефеса, там такая гористая местность, и туда, это просто за пределами археологического парка, где туристы оплачивают входной билет, и там все ходят, посещают все эти древние археологические памятники развалины Ефеса. Туда, можно сказать, попадают избранные. И вот в этой пещере находятся фрески 5-6 века, прямо в этой пещере на стенах изображен апостол Павел и еще некоторые другие герои. И вот так, получается, в 5 веке христиане рисовали апостола Павла. И одновременно, ну, здесь мы видим с бородой, с лысиной, ну, уже там не 25-летнего возраста, и подымает книга у него перед ним, тога, подписано, что это Павел, такие вот большие глаза, нос прямой, уши, держит определенным образом свою руку. И одновременно мы имеем еще такие апокрифические деяния апостола Павла, датируемые 2 веком. И вот в этих деяниях уже представлено нам описание, что Павел был небольшого роста, лысоватый, кривоногий, коренастый, со сросшимися бровями и довольно длинным носом. Скорее всего, по этому описанию потом многие в последующие времена картины брали вот с этого образа апостола Павла. Но вот на фреске Павла и Феклы, которую я вам часть показал, остальную часть чуть попозже, Павел, ну, там он не стоит полностью, мы не можем увидеть его кривоногие ноги. И если так вот посмотреть, брови-то у него не сросшиеся здесь, нос такой вот длинный, наверное, да, так по вертикали. Ну и не показано, что он такой сбитый, то есть коренастый. Но вот, получается, в истории, таким образом, в ближайшей истории к самому Павлу, уже мы имеем и описание его внешности, и также имеем картину, фотографию, да, говоря современным языком. Что мы можем узнать о его возрасте? В книге «Деяний» 7.58 он представлен там юношей. И вот здесь мы опять разбег имеем, плюс-минус 10 лет, да, то есть 15 ему могло быть там или до 30, вот где-то такой вот юношей возраст, юношеский, да, но может быть, я так предполагаю, если он там 10-го года рождения, 10-го года рождения, то когда там убивали Стефана там в 33-34 году, вот ему может быть там 24, примерно 24 года. А когда он уже пишет в послании к Филимону в 9 стихе, он уже себя называет старцем, старцем. И здесь, если послание к Филимону, это тюремное послание, здесь тоже есть разные точки зрения, откуда он писал эти тюремные послания. Из Рима, ну, большинство, да, говорят, что с Рима, хотя есть вероятность в Эфесе заключение его было, и мы об этом знаем, тоже по апокрифическим вот этим вот деяниям. Есть возможность, что в Кесарии 2 года он был, помните, тоже оттуда писал. И также вариант Коринфа. Ну вот, за каждый вариант есть свои аргументы, но если он даже писал из Рима, это вот заключение, может быть, где-то там 63-64 год, то год 10-й, 64 года, вполне, да, можно уже себя как такое посчитать, что ты, ты уже не юноша 54 года, да, такой вот старец же, это греческое слово пресбутерос, пресвитер, да, наше вот, что человек уже такой солидный. Получается, между вот тогда сколько, если в 10-й год мы, ну, предположительно говорим, это его рождение, то что вот 55 лет апостол Павел прожил здесь на земле. А другой, относительно вообще внешности писателя, в книге «Деяния апостола» в 14-й главе, 8-й, 18-й стих, мы имеем описание, когда, то есть Павел вместе с Варнавой пришли, давайте посмотрим, в город 14-го стиха, где, об этом они говорят, пришли в город Листры и Листра, и там их приняли за, после совершения чуда, их приняли за языческих богов, Варнаву Зевса, а Павла Гермеса. И интерпретация такая, что Павел в основном говорил, а Гермес – вестник богов, значит, вот Гермес говорил. Но Зевса понимали и по статуям, как такого величественного. Получается, что если бы Павел был такой импозантный, такой солидный, тогда бы как-то с Гермеса считали, как бы таким вот, ну, уже второго порядка, божеством. Получается, все-таки, как-то они могли, они же как могли себе представить этих божеств, богов, то у них же были статуи этих богов, они их как-то представляли, получается, вот этого величественного такого Зевса, и был бы такой Павел, а Варнава как бы второстепенный, как бы несоответствие. Получается, что вот с внешней точки зрения апостол Павел, наверное, был не такой вот привлекательный. И есть одно место во втором Коринфянам 10.10, второе Коринфянам 10.10, там тоже говорится о том, что с виду в письмах-то он такой молодец, а с виду-то не очень, не очень такой особо привлекательный, потому что послания эти говорят веские и сильные, а в личном присутствии он слаб, и слово его ничтожно. Опять вот говорится о такой непривлекательности апостола Павла, и еще, может быть, с этой непривлекательностью связаны определенные болезни или какие-то недуги у апостола Павла. Галатам 4 глава, 13 и 14 стих. Галатам 4, 13 и 14, смотрим. «Вы знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, и искусительное для вас в плоти моей вы не оттолкнули с презрением и отвращением, но как ангела Божия приняли меня, как Христа Иисуса». Дважды здесь апостол Павел говорит о определенной своей немощи. И также добавляет вот в этом же послании Галатам в конце, Галатам 6, 17. «Отныне пусть никто не причиняет мне страданий, ибо я раны Иисуса на теле моем ношу». Вот какие утверждения дает нам апостол Павел о том, что у него были какие-то недуги. И вот тех же Галатам, он им говорит, 4, 15, он говорит, что вы готовы были глаза мне свои отдать. Может быть, вот именно проблема с видением у апостола Павла, что тоже вот в том же послании Галатам 6, 11 он пишет. «Посмотрите, какими большими буквами я написал вам своей рукой». Получается, что в одном письме дважды недуг упоминает, упоминает один раз еще опять о каких-то своих ранах, как у Иисуса на теле, он говорит о желании. Наверное, они увидели его проблему, готовы были помочь ему. И плюс еще вот эти большие буквы. И это вот в послании Галатам, его своем аутентичном послании. И во втором Коринфянам, также вот этот знаменитый стих 12, 7, 9, говорится о жале воплоти, что ему было дано, чтобы он не превозносился. Но здесь есть вот эта двоякая интерпретация. Либо это реальная физическая болезнь у апостола Павла, и в итоге он ее интерпретирует таким образом. Либо, видите, ангел сатаны, чтобы он не превозносился, может быть, какие-то это были духовные атаки. И не связано, что это была духовная его немощь, а не физическая немощь. Ну и также в том же, вот уже и в втором послании Коринфянам, мы видим два послания Галатам и второе Коринфянам. В этих обоих посланиях как раз вот вся у нас информация по поводу физических недостатков апостола Павла. И мы можем также обратиться к 11 главе второго послания Коринфянам, 23 и 28 сих, где он перечисляет вот этот вот весь список, что пришлось ему перенести во время своего служения. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Мы видим, что вот второе послание Коринфянам, вся его цель – это наименее, так сказать, используемое послание вообще в нашей, мне кажется, и личной духовной жизни. Ну, как часто мы читаем вот второе послание Коринфянам, да, вот сейчас я как сяду, я его проштудирую и так далее. А если говорить о богослужебной практике, я вот, ну, там, посещая поместные церкви, я, ну, в определенных деноминациях знаменитая 9 глава второго Коринфянам, кто доброходно дающего, любит Бог, да, знакомое вам это место. А другие какие-то еще, ну, что еще мы можем процитировать из второго Коринфянам? Ну, конечно, в конце, в заключении собраний. Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа. А еще, какие стихи являются такими вот, ну, такими броскими, что вот на слуху из второго послания Коринфянам? Тут уже даже вот трудно себе представить, да, чтобы, вот, вот даже я, то есть я думаю. Ну, ладно, знаменитая второе Коринфянам, пятая глава, ибо когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Бога, да, на небесах. Вот тоже, как бы, такое, такой важный стих. Ну, изменения, как вот, взирая на славу Господня, меняемся там от славы славу, как от Господня Духа. Но это только лишь единичные стихи вот в этих 13 солидных главах первого послания Коринфянам. Ну, еще там, в Благоухании Христово тоже это место, да, то есть вот такие вот отдельные. Но я могу так сказать в разговорах, в таком, значит, каких-то, знаете, христиан, в полемике, может быть, да, в дискуссиях с христианами или даже с неверующими людьми, чтобы мы вот брали там второе Коринфяно и его, как вот даже для евангелизации второе послание Коринфянам, ну, ладно, сегодня день, время благоприятное, сегодня день спасения. Вот это очень хороший стих. Но возьмите там четыре духовных закона, на послании к римлянам все там основывается, да, второе Коринфянам, оно как бы задвинуто таким образом. Почему? А потому что это одно из таких вот плачевных посланий апостола Павла, где ему приходится через все послание защищать свое апостольство. В Коринф пришли другие апостолы, дискредитировали Павла, и что ему делать? А ему-то надо еще поддержку собирать. Помните, он им сказал в первом Коринфянам, дома у себя первый день недели откладывайте финансовые средства, чтобы я когда приду, у вас что-то было дать. Иначе, если вы этого делать не будете, нечего, я с пустыми руками приду в Иерусалим. Получается, Павел пытается, да, их назад завоевать. Да, они потеряли к нему, вот они разругались с ним. Плюс еще после первого такого послания, где он им сказал о таких вопиющих, просто ужасающих проблемах, которые были у них там, он говорит, у язычников такого нет, а у вас это такое происходит. Но они потом исправились, но вот все равно дискредитация Павла, вот здесь он также полемизирует, да, что люди говорят, что вот вы, ты в письмах-то там как бы что-то можешь бравировать, да, бравадишься, а в реальности ты такой не очень-то и привлекательный, да. Вот, поэтому Павел, правил защищает себя. И вот в этом послании он рассказывает о том, или пишет о том, что ему пришлось претерпеть вот именно в служении, в своем апостольском служении, что, ну вот, вот он апостол, и он апостол не на словах. Это не тот апостол, который приходит и говорит мне, или там приезжает, и вот реальные, современные практики, приезжает апостол, есть такие лидеры христианские, мне бизнес-класс, мне там президентский номер в отеле, в таком-то там, это у меня такой гонорар, вот. И христианские церкви сидят и думают, так, что-то ценник высокий, пригласить, не пригласить, да, как здесь быть. Апостол Павел, посмотрите, что пишет для себя. Да, вот он, кстати, здесь тоже использует такие автобиографические отрывки. Они евреи и я. Ну, получается, это тоже апостолы из вот евреев, но греко-говорящие, потому что, если бы они на арамейском, только на арамейском говорили, они пришли в Коринф, и как им с языческими верующими, напоминаю, на каком языке говорить, да, то есть вот именно из этой группировки. Израильтяне и я. Семя Авраамова и я. Служители Христовы, видно, что это христианские апостолы, это не просто там евреи. В безумии говорю, я, еще более. И дальше потом перечисляет о всех своих вот перипетиях своего апостольства. Больше в трудах, больше в тюрьмах, безмерно под ударами. Кстати, больше в тюрьмах уже говорит тогда о нескольких заключениях апостола Павла, не об одном. Безмерно под ударами. И здесь мы говорим, римское гражданство, особо Павел тоже так это не очень-то активно использовал свое, да. Ну, мы эти примеры рассмотрим. Часто на краю смерти. От иудеев пять раз я получил по сорока ударов без одного. Ну, понятно, для иудеев римское гражданство нас это вообще не волнует, да. Били его. Далее, три раза был бит палками. Значит, наверное, от римлян здесь уже, да, раз он разделяет. Раз побит камнями. Мы в книге, я не знаю, тоже там его побили камнями. Потом трижды терпел кораблекрушение. Ночь и день провел в пучине морской. Многократно в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от соплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне. В опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто без сна, в голоде и жажде, часто в постах на самого себя, извините, на стужи и в ноготе. И помимо всего прочего, у меня стечение людей, забота о всех церквях, кто изнемогает, а я бы не изнемогал. Кто соблазняется, а я бы не горел. Вот такое автобиографическое описание. Иногда вот думаешь, если тебя сколько там, столько, три раза, пять раз палками били, без одного почти это, камнями там тебя побили, ну, наверное, уже уж точно раны ссадин, да, и тогда лишь рамов у тебя будет предостаточно. То есть получается, вот так о себе говорит апостол Павел. Какое мы можем здесь из подобного описания сделать заключение, что этот человек был предан делу Евангелия, точно неженка не был, был посвящен Евангелию Христову, готов был идти на личные жертвы для того, чтобы осуществить свое призвание, которое он имел. И, конечно, это пример для подражания. Может быть, здесь, конечно, где-то там еще, как-то может быть, риторически, да, он где-то все-таки, ну, собирает все, собрал все, что можно, можно так сказать. Но, тем не менее, мы видим и подтверждение этому в других местах, и апостол Павел является таким вот примером, что несмотря на болезни, несмотря на какие-то неприятности, он не прекратил своего служения и совершил его вот до самого конца. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари.